Ко мне сидеть место! Абсолютный чемпион Крыма, пёс по кличке Улер, безукоризненно выполняет все эти команды по одному только жесту инструктора. А вот новичку, терьеру Максу, нужно подавать команды голосом. Лево. Кругом. Правильная постановка голоса в этом играет большую роль. Собака должна чувствовать уверенность хозяина. Но тут есть свои тонкости. Мы говорим не о жесткости, а о уверенности в подаче команды. И о жесткости в отрицательном маркере нет. Не путайте жесткость с жестокостью. Существует несколько методов дрессировки. Например, принуждение. Собака, конечно, выполнит задачи, но без настроения. Она будет грустной и зажатой. Есть и другие, более лояльные методы, но от этого не менее эффективные. Я использую метод бесконфликтной дрессировки Алекса Вяткина. То есть это собаку мы долго учим, наводим, показываем. Собака сама своей головой думает, какое действие приводит к ее выгоде, к поощрению куском или игрушкой. Обучить пса можно любой породы. От большой овчарки до маленького грифона. Они нам покажут выполнение команды «Аборт». То есть Феля сейчас будет приносить апортировочный предмет. Наташа, команда рядом. Мы покидываем апорт. Специалисты рекомендуют выбирать питомца, подходящего владельцу по психотипу. Если человек спортивный, то и собаку ему лучше выбирать более выносливую. Так Светлана задолго до появления в доме пса даже сделала себе татуировку с изображением стафарширского терьера. После того, как Макс стал членом ее семьи, она тренирует его самостоятельно. Мы тренируемся каждый день. Спуска у нас нет. То есть если команду собака не выполнил, он никогда не получит поощрение. И пока мы не доведем дело до конца, наверное, это одно из больших ошибок тоже многих владельцев, мы, скажем так, ну грубо, не слезем. Правильный режим питания, тренировки дома и на улице и хорошее настроение. Занятия должны приносить удовольствие как хозяину, так и питомцу. Макс, апорт. Сидеть. Сидеть. Чтобы собака выполняла все эти команды, нужны регулярные тренировки. Животным, как и детям, нужно постоянное внимание и забота. Только в таком случае питомец будет послушным и воспитанным. Макс, дай лапу. Дай лапу. Молодец. После верно выполненной команды нужно хвалить своего питомца. Давать ему лакомства, чтобы сохранить мотивацию. И специалисты, и любители сходятся на том, что в процессе тренировки важно набраться терпения. Наталья Жадько, Сергей Козырь, Андрей Псом. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова